Последний поддыхание. Под нашими наставами встречаются теми флакса, которые ведут нас в королевской площади, друзья, и в боку королевской площади. Здесь мы сами видим, что разворачиваемся в Рейхстаде. Тяжелая борьба наших знаменовцев за Рейхстад. Последний поддыхание. Хочу сказать, что 30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстада, и вот выдружение знамени над Рейхстадом, выдружение Красного Знамени, станет победной точкой в этой войне. Многие из вас знают официальных знаменосцев побед, Мелитона Кантария, сержанта Михаила Егорова, но мало кто знает о том, что несколько разведывательных групп участвовали в операции по штурму Рейхстада. И художники нам рассказывают здесь сейчас о подвиге разведывательной группы под командованием лейтенанта Семена Сорокина. Он стремится к Рейхстаду посмотреть в черной тропинной кожаной куртке. Здесь же мы с вами видим сержанта Лысенко, который стал единственным героем Советского Союза из этой разведывательной группы. Дополненно, друзья, неизвестно, кто добрался до Рейхстага первым. История нам эту тайну не раскрывает. Но, тем не менее, мы должны быть в ходе всех разведывательных групп, всех знаменосцев. И вот здесь, друзья, в вашем компании обратите внимание на этот группу. Посмотрите, молодой воец Георгий Кулаков, которому здесь более 19 лет. Представьте, он сам был от Великой Отечественной войны. И сам познал на себе все тяготы этой войны. В 15 лет ему было, когда она началась. И посмотрите, здесь в победное время он несет самодельное красное знание. Здесь же художники останавливают время, замедляют его. Здесь, друзья, мы с вами видим Рейхстаг в мае 45-го года. Посмотрите, весь он цикл автографами наших солдат и наших союзников. Единичные, лично, конечно, в нашем союзе не оставляли эти автографы. Очень редко можно найти надписи на английском языке. Большей частью эти скилились в нашем языке. Самые знаменитые автографы, которые мы не знаем, про встречали отец. Семена Сорокина, который является командиром этой разведывательной группы. Хочу попросить подняться вас наверх сюда по ступеням ресторана.